Рауль Добрей Он был инженер Дойдя до улицы Кардоне, он свернул в нее и вошел в дом номер 17 Консьержка коротко бросила ему из своего закутка Доброе утро Доброе утро Потом он поднялся в квартиру на четвертом этаже Поджидая, пока на его звонок откроется дверь, он снова замурлыкал свою песенку Сегодня он ощущал особенный прилив сил Морщинистое лицо пожилой француженки, открывшей дверь, расплылось в улыбке, когда она увидела, кто пришел Доброе утро, месье Доброе утро, Элиза Мадам меня ждет? О, да, конечно, месье Если месье пройдет в маленькую гостиную, мадам через несколько минут явится к нему Она сейчас отдыхает Она нездорова? Вполне здорова Здорова Как быть здоровой, бедной овечке? Спиритические сеансы, сеансы, все время одни сеансы Это нехорошо, неестественно Разве для этого нас предназначил добрый наш Господь? По мне скажу напрямик, это самое настоящее общение с дьяволом Ну, полно, полно, Лиза, полно Не волнуйтесь и не старайтесь увидеть дьявола в том, чего вы просто не понимаете Ну, ладно, ладно, месье может говорить что угодно, но мне все это не нравится Вы только посмотрите на мадам С каждым днем она становится все более худенькой и бледной И эти головные боли Ах, как это нехорошо Общаться с душами Тоже мне души Все порядочные души находятся в раю, а остальные в чистилище Вы да смешно упрощенно смотрите на загробанную жизнь, Лиза Я добрая католичка, месье Обман А, конечно же, нет Мадам не могла бы обмануть и младенца Даже если бы и захотела Она ангел И я должен сделать все, что в моих силах для ее счастья Вы мне верите? Ой, после вашей женитьбы, месье Надеюсь, вы не станете все это продолжать Вы глубоко верующее существо, Лиза И так преданы своей хозяйке Не бойтесь, сразу, как только она станет моей женой Со всем этим духовным бизнесом, как вы его называете Будет покончено Для мадам Добрей спиритических сеансов больше не будет Это правда? Да Я служу у мадам много лет, месье И чистосердечно могу сказать Я люблю ее Если бы я не верила, что вы ее обожаете Как она того заслуживает Месье, я бы вас просто растерзала Браво, браво, Элиза Вы преданный друг, и вы должны одобрить мое решение Сказать мадам, чтобы она рассталась с духами Успокойтесь, моя добрая Элиза Я хочу вам сообщить несколько приятных новостей Сегодня состоится последний спиритический сеанс Их больше не будет Значит, сегодня последний Последний, Элиза Последний, Элиза Фраза осталась неоконченной Дверь раскрылась И вошла высокая, красивая женщина Симона Он взял ее белые изящные руки в свои И поцеловал каждую Рауль, дорогой мой Симона, как ты бледна Элиза сказала мне, что ты отдыхаешь Но ты не больна, моя радость Нет, не больна Тогда скажи мне, в чем дело? Ты зачтешь меня глупой А я сочту тебя глупой никогда Я боюсь, Рауль, боюсь и все Я не знаю, чего или почему Но меня все время тучит мысль Что-то ужасное Ужасное должно произойти Любимая моя, ты не должна поддаваться таким настроениям Я знаю, что это такое Это просто переутомление Симона, переутомление Которое объясняется твоей жизнью Медиума Все, в чем ты нуждаешься Отдых и покой Да, Рауль Конечно же, ты прав Все, что мне нужно Это отдых и покой И счастье Ты изумительна, Симона Ты уникальна Ты величайший медиум Какого когда-либо знал мир Да, да Взгляни-ка Вот Вот письмо от профессора Роше Из Сальпетриера А другое От доктора Жене Из Нанси И в обоих Содержится просьба Чтобы ты хотя бы изредка продолжала с ними сотрудничество О нет, я не хочу Не хочу С этим все кончено Ты обещал мне, Рауль Да, да Конечно же С этим будет Закончено Само собой Но я так горжусь С тобой, Симона Вот почему я упомянул Об этих письмах И не захочешь, чтобы я продолжала сеансы? Нет Нет Если только у тебя самой не появился бы интерес Хотя бы изредка для этих старых друзей Нет Нет Никогда больше Это опасно Верь мне Я чувствую ее Страшную опасность Обещай мне Что никогда больше этого не будет Дорогая моя Обещаю тебе После сегодняшнего вечера Ты больше никогда не будешь проводить сеансы Сегодня? Ах, да Я забыла про мадаму Экс Она странная женщина, Рауль Очень странная женщина Ты знаешь Она вызывает у меня Такое ощущение Почти ужас Ах, Симона Ах, да Да, да Да, Рауль Я знаю Ты как все французы Для тебя любая мать это святое И с моей стороны нехорошо так говорить Когда она убивается из-за потери своего ребенка Но Мне трудно объяснить тебе Она такая огромная И страшная И ее руки Ты когда-нибудь обращал внимание на ее руки? Рауль Большие, сильные руки Такие же сильные, как у мужчины А между тем Она тебе принесла прямо противоположное Все сеансы прошли с успехом Дух маленькой Амелии Сразу же смог руководить тобой И материализация была просто потрясающей Профессору Роше следовало бы присутствовать на последнем сеансе Мадам Экс опаздывает Может, она не придет? Думаю, она будет Твои часы, Симона, немного спешат Интересно Кто она? Это мадам Экс Откуда она появилась? Кто ее родные? Странно Но мы ничего о ней не знаем Большинство людей, приходящих к медиуму Стараются сохранить свое инкогнито Из элементарной предосторожности Должно быть так Небольшая китайская ваза, которую она держала Выскользнула из ее рук И разбилась в дребезги В самимных изразцах Ты видишь, я не хотела этого, Рауль Ты не сочтешь меня очень малодушной Если я скажу, мадам Экс, что не в состоянии проводить сегодня сеанс Да, но ты же обещала, Симона Мне бы не хотелось делать это Мне бы очень не хотелось Ты же понимаешь, Симона Я прошу тебя не за денег Хотя тебе должно быть ясно, сколько огромные деньги предложила эта женщина за последний сеанс Невероятно огромные Есть вещи, которые значат больше денег Конечно же Так Так Я ведь именно об этом и говорю Подумай Эта женщина-мать Мать, лишившаяся единственного ребенка Если ты не больна На самом деле Если это всего лишь твоя прихоть Ты можешь отказать богатой женщине в капризе Но можешь ли ты отказать матери в последнем взгляде на своего ребенка О, как ты терзаешь меня И в то же время ты прав Я исполню твою волю Но я теперь поняла Что внушает мне ужас Это слово Мать Симона Существуют Некие первобытные элементарные силы, Рауль Многие из них были разрушены цивилизацией Но материнство осталось там, где стояло изначально Животные, человеческие существа Все едино Любовь матери к ребенку Несравнима ни с чем в мире Она не знает ни закона, ни жалости Она отваживается на любые дела И сметает все на своем пути Я глупая сегодня, Рауль Я знаю Приляг на несколько минут Отдохни до ее прихода Хорошо Элиза занималась подготовкой комнаты Она придвинула ближе калькову два стула И маленький круглый стол На столе лежал бубен и рог Несколько листов бумаги и карандаши Последний раз Последний раз Ах, месье, как мне хочется, чтоб с этим было покончено Это она Это баба Почему бы ей не пойти в церковь и не помолиться смиренно за душу ее малышки И не зажечь свечу нашей благословенной Богоматери Разве наш славный Господь не ведает, что для нас лучше? Отвори дверь, Элиза Элиза бросила на него недовольный взгляд Но подчинилась Через пару минут она вернулась Вводя посетительницу Рауль пошел навстречу, чтобы пожать руку мадам Экс Слова Симоны всплыли в его памяти Такая огромная и страшная Она была крупной женщиной И тяжелое черное французское траурное одеяние Казалось, подчеркивало эту огромность Боюсь, я немного опоздала, месье Всего на несколько минут Мадам, Симона прилегла отдохнуть К сожалению, она не очень хорошо себя чувствует Очень нервничает и переутомлена Но она проведет сеанс Да, да, мадам, да Ах, месье Вы не представляете Вы не можете понять То чудо Ту радость, которую приносят мне эти сеансы Ах, моя малышка Моя Амелия Видеть ее, слышать ее Даже, даже, быть может Протянуть руку И коснуться ее Мадам Экс Как бы вам это объяснить Вы ни в коем случае не должны делать ничего Кроме того, что я вам скажу Иначе ждет величайшая опасность Опасность Меня ждет опасность Нет, нет, мадам Что вы, нет Опасность Подстерегает медиума Вы должны понять Что происходящий феномен Находит определенное научное истолкование Приведу простой пример Не прибегая к специальным терминам Дух Чтобы проявить себя Должен воспользоваться физическим телом медиума Вы видели газообразное облачко Выходящее из губ медиума Затем оно конденсируется И приобретает очертания физического тела Которым обладал умерший Чей дух вызывают Но эта внешняя оболочка По нашему убеждению На самом деле является Неотъемлемой частью Субстанции медиума Мы надеемся доказать Это в самом ближайшем будущем После тщательного исследования Феномена И здесь перед нами Огромная трудность Это опасность И боль Которую испытывает Медиум При прикосновении К видимому нами феномену Если грубо Схватить полученное После материализации тело Тем самым Можно вызвать Смерть медиума О, это очень интересно Север Скажите, пожалуйста А не наступит ли время Когда материализации Станут настолько совершенными Что смогут отделиться От своей родительницы То есть от медиума Это слишком фантастическое предположение, мадам Нет Но на самом деле Ну, неужели такое невозможно? Сегодня абсолютно невозможно Нет, ну, может быть, в будущем Приход Симоны Освободил его от необходимости отвечать Она выглядела вялой и бледной Но видно было Что она овладела собой Симона подошла к мадам Экс И пожала ей руку И Рауль заметил Что по ней Пробежала дрожь В это мгновение Я с сожалением услышала, мадам Что вы не здоровы Ничего Начнем Она вошла в Альков И села в кресло Внезапно Рауль Ощутил волну страха Нахлынувшую на него Ты недостаточно здорова Мы лучше отменим сеанс Мадам Экс поймет Мсье Да-да Так лучше Я уверен в этом Мадам Симона обещала мне последний сеанс Это так Я выполню свое обещание Я не нарушу моего слова Не бойся, Рауль В конце концов Это последний раз Последний раз Слава Богу Вы извините, месье Но вы понимаете Что я абсолютно верю в вашу честность Как и в честность Симоны В то же время Мое свидетельство, возможно, более ценное И я позволила себе кое-что принести с собой Из своей сумки Она вынула кусок тонкой веревки Мадам Это оскорбление Предусмотрительность Я повторяю это Оскорбление Я не понимаю вашего протеста, месье Если нет обмана То вам нечего опасаться Могу заверить вас Что мне нечего бояться Я ничего не боюсь, мадам Свяжите меня по рукам и ногам Если это вам угодно Благодарю вас, месье И мадам Экс продвинулась к нему С клубком веревки Нет Нет, нет, Рауль Не разрешай ей делать это Мадам боится? Да Я боюсь Помни Что ты говоришь, Симона Мадам Экс очевидно полагает Что мы шарлатаны Да Я должна быть уверена Она подошла к своей задаче Весьма серьезно И надежно привязала Рауля к стулу Я должен поздравить вас С успехом, мадам Вы удовлетворены теперь? Мадам Экс не ответила Она обошла комнату Внимательно проверяя Панельную обшивку стен Затем Заперла на замок дверь Ведущую в холл И, вынув ключ Вернулась к своему стулу Теперь Я готова Прошли минуты Из-за шторы Слышалось дыхание Симоны Которая становилась Все более тяжелым И затрудненным Затем Звук дыхания затих Сменившись стонами Затем Там Воцарилось Молчание Прерванное Внезапными Стуками Тамбурина Рог был сброшен Со стола на пол Доносился Иронический смех Занавес Алькова Казалось Слегка Раздвинулся И в промежутке Виднелась Фигура Медиума С головой Упавшей На грудь Вдруг Мадам Экс Шумно Вздохнула Струйка Тумана Вытекла Изо рта Медиума Он Сгущался И начал Постепенно Принимать Определенные Очертания Очертания Маленького Ребенка А не Это я Маленькая А не Это я Туманная Фигура Продолжала Конденсироваться Кому Уставился Не веря Своим Глазам Никогда Прежде Не достигалась Столь Успешная Материализация Сейчас Сейчас Несомненно Перед ними Стоял Реальный Ребенок Настоящий Ребенок Из плоти И крови Мама Моё дитя Моё дитя Будьте Осторожнее Мадам Терилизация Прошла Нерешительно Сквозь шторм Это был Ребенок Девочка Стояла Перед ними Дотянув Вперед Руки Мама Мадам Мадам Медиум Я должна Коснуться Ее Ради бога Мадам Сдержите Сдержите Себя Моя малышка Сядьте 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 Немедленно Я должна Коснуться Ее Мадам Я приказываю Вам Сядьте Протчайно Боролся С опутывающими Его веревками Но мадам Экс Сделала Своё дело Он был Беспомощен Ужасное Ощущение Надвигающейся Беды Охватило Его Именем Бога Взываю Мадам Сядьте Помните О Медиуме Мадам Экс Не обращала Внимания На него Она стала Совершенно Другой Ее лицо Сияло Экстазом И восторгом Ее протянутая Рука Коснулась Маленькой Фигурки Которая Стояла В просвете Занавеса Боже мой Боже мой Это Ужасно Медиум Какое мне дело До вашего Медиума Я хочу Моего ребёнка Вы Вы сумасшедшая Моё дитя Говорю я вам Моё Моё собственное Моя собственное Плотикровь Моя малышка Она вернулась Ко мне С того света Живая Дышащая Рауль Разжал Губы Но слова Не шли Она была Ужасна Эта женщина Безжалостная Дикая Поглощённая Своей Собственной Страстью Губы Ребёнка Раскрылись И в третий раз Разнесло С эхом Мама Подойди ко мне Моя малышка Резким жестом Мадам Экс Сохватила Рауль Рауль старался освободить себя от пут. В своем неистовстве он выполнил невозможное, перегрызая с расточением веревку. Как только он с трудом встал на ноги, в комнату ворвалась Элиза. Мадам! Симона! Мадам! Мадам! Боже мой! Красное! Все красное! Мадам мертва. Все кончено. Но скажите мне, мсье, что случилось? Почему мадам так съежилась? Почему ее тело вдвое уменьшилось? Что здесь произошло? Я... Я... Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но... Я чувствую, что... Я схожу с ума! Симона! 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 Как он! Субтитры создавал DimaTorzok